У нас сегодня новый день жизни в Армении. Мы сегодня решили приготовить борщ с армянских продуктов. Купили маленькую курочку, цыпленка такого маленького. Он как раз на килограмм вышел. Он вот здесь варится. Купили свеклу, чеснок, лук, все что нужно для большей зелени, томатной пастой. Из новостей заболела Настя, так как здесь ветра горные, они очень холодные, продут вообще на раз-два. Даже у меня сегодня горло немножко першило. Вечером ей вчера было плохо, прям температура, все как надо, короче. Так как мы лечимся травами, мы не пьем таблетки, мы решили узнать, чем местные лечатся. Я, когда ходил, покупал лимона с чесноком, спрашивал у местных торговцев, чем они лечатся. Они сказали, завари лавровый лист и петрушку. И прокипяти минут пять. Вот мы в турке сделали. Вот так это выглядит. Там внутри петрушка и лавровый лист. И сегодня на утро Насте стало гораздо лучше. Днем у нее даже перестали течь ручьем сопли. В общем-то помогло, помогло. Еще купили витамин С, вот такой. Ну, просто для для общего, короче, развития силы и духа. Вот, его тоже пьем. Хотел вчера показать, какие вкусняшки мы купили, но мы вчера все съели. Это вот такие вот штучки, такие полу-рулетики, что ли. Эти мы взяли с кремом, а те были с финиками. Они очень вкусные, очень сладкие, они прям в сахарном сиропе пропитанные. Сегодня мы еще взяли вот такие, это с фисташками. Тоже очень вкусные, я просто... Не знаю, мой второй подбор... Родок. Ага, ахтунг. Ничего страшного, бывает. Выкипела вода, потому что борщ готовен. Залило плиту немножко. Разгорается. На минимум поставлю. Ну, ничего страшного, бывает. Еще взяли много всяких вкусных пирожков. Короче, мой второй подбородок радуется. У него, может быть, появится в скором времени второй друг, но нет, конечно, этого постараюсь не допускать. Много стараюсь сладкого не есть, особенно вечером, потому что у меня... Меня прям переть начинает. Взяли местных яблок. Я не знаю, почему местные все такое вкусное. Ну, прям, вот яблоко обычное. Я когда еще... Так, что это? Девятый класс. Мне было 17-16. Короче, до хрена лет назад. Много лет назад, когда я еще был в девятом классе, я пробовал... У меня был друг армянин, и он с Краснодара привез краснодарские яблоки. Прям вот те, которые там растут. И они были настолько вкусные, такие же продавались у нас в магазине Лоза, что ли, как-то так он назывался. И они прям сладкие-сладкие, твердые-твердые. Вот здесь такие же яблоки. Я прям... Я в России... А сегодня мы даже выключили обогреватели, то есть сегодня тепло. На улице было плюс 9, но на солнце, наверное, все плюс 15, потому что мы вышли на улицу, и было прям тепло, очень тепло. Вот. Сейчас, наверное, к вечеру опять будем включать, чтобы не промерз дом, потому что дом каменный, быстро промерзает. И вот и все. Сейчас как приготовится борщец. Обязательно покажу, как это все будет выглядеть. Ну и попробую описать вкус. Вкусно. Или нет. По-любому вкусно. Местное все вкусное. Настолько мы... Попробовали здесь шаурму. Шаурма стоит 700 драм. Это примерно, если 1000 рублей, это 200 рублей. Ну, 150 рублей, грубо говоря. Обычная средняя шаурма. Очень вкусная. Здесь прям... Вот мясо у него на вертеле, оно прям жирное. Вот прям жирное и мягкое. То есть, оно не пережаренное. Короче, вот так. Очень вкусно здесь кушать. Но бывает дорого. Яйца 68 драм за одну штуку. Это получается 15 рублей за штуку. Яйца стоят 15 рублей за штуку. Яйца здесь дорого. Масло очень дорогое. 1000 драм за... Ну, брикетик с мою ладошку. То есть, там это сколько? 100 грамм. Или даже меньше 50. А 1000 драм это 200 рублей. То есть, ну, это как за очень-очень хорошее масло. И вот, есть такие позиции, которые очень дорогие. Особенно, которые привозные. Типа там из России, еще что-то. Вот они прям дорогие. Мороженое здесь дорогое. Небольшая распаковочка. Покажу кроссовки, которые сегодня купили. Эти мы купили сначала. Стоят они 9 тысяч драм. Купили мы их в магазине в Россия Моле. Не помню. А, вот магазин называется. Волкики. Волки. И второе. Вторые кроссовки, которые купили. Это уже здесь, в Марташате. В том магазине, где мы покупали нам тапки. Такие кроссовки. Очень похожи на Найк. Очень прям классные. Насте очень понравилось. Очень удобные. Вот так вот они выглядят. Стоят они 10 500. Мне потом поедем покупать ветровку. И, наверное, зайдем в армейский магазин. Тут для охоты и рыбалки есть. Там очень офигенные флисовые, оливковые такие куртки продаются. Очень прикольные. Мы приготовили борщ. Вот, пробуем. Вот так вот он выглядит. Я себе забрал самые костлявые кусочки, конечно же. Пробуем. Вкусно. Ну, как же невкусно. Конечно, вкусно. Мясо попробовать. А мясо мне больше никто не завез, да? Зачем мне мясо. Мясо похоже, как я раньше в детстве ел только что забитую курицу. А она прям разваливается. То есть она мягкая прям. Короче, получилось очень вкусно. Приятного на мой аппетита. И вам, если вы кушаете. УРМНОВЬ